Горящий транспорт «Старый большевик», в который попала авиабомба, мог взорваться в любой момент. Рулевое управление было повреждено, а огонь подбирался к трюму с боеприпасами. К кораблю подошел английский эсминец, чтобы спасти команду. Согласно правилам конвоя, людей нужно было забрать, а транспорт затопить. Однако советские моряки отказались покидать судно. Лесовоз «Старый большевик» был построен в 1933 году. Корабли этой серии отличались крепкими палубами, хорошей остойчивостью и высокой маневренностью. Судно было приписано к мурманскому пароходству и участвовало в конвоях, которые перевозили грузы по лент-лизу. На судне установили два зенитных орудия и несколько пулеметов для защиты от вражеской авиации. В марте 1942 года в Нью-Йорке на «Старый большевик» погрузили 15 самолетов и более 4000 тонн вооружения. После чего судно отправилось в Рикьявик, где формировался караван Пикю-16. 19 мая 1942 года 35 грузовых судов под прикрытием 17 кораблей эскорта отправились в Мурманск. «Старый большевик» шел в конце конвоя, что было невыгодно. При воздушных атаках самолеты опасались попасть под плотный зенитный огонь и чаще били по крайним судам. Капитаном корабля был опытный Иван Афанасьев, первым помощником участник штурма Зимнего дворца и тоже опытный моряк Константин Петровский, рулевым молодой, но грамотный бывший военный моряк-балтиец Бориса Козенок. Он же командовал расчетом. Зенитчиков. Первые пять дней пути прошли спокойно. Но утром 25 мая начался настоящий ад, на конвой напали не менее 20 бомбардировщиков и торпедоносцев. Благодаря умелому маневрированию и плотному зенитному огню поначалу удавалось избегать серьезных проблем. Однако день 27 мая стал для старого большевика и его экипажа самым страшным в жизни. Как рулевой не уводил судно от торпед и пикирующих бомбардировщиков, одна из бомб все же попала в цель. Зенитное орудие на носу было полностью уничтожено, весь его расчет погиб. Многие члены экипажа получили ранения, а разгорающийся пожар угрожал уничтожить весь корабль. На подошедший эсминец перенесли только тяжелораненых членов экипажа, после чего все уцелевшие начали бороться за живучесть судна. Они остались одни посреди океана. Помощи извне ждать не приходилось, так как конвой Пики-16 продолжил движение в порт назначения. Одни моряки переносили ящики с оружием и боеприпасами из горящего отсека в безопасное место. Другие боролись с огнем, заливая его водой из шлангов и ведер. При этом успевали подавать снаряды. К уцелевшему орудию на корме набивать пулеметные ленты патронами и отражать продолжавшиеся атаки самолетов. А казенок, который лично встал за зенитку, даже сбил один торпедоносец. Мотористы чинили поврежденные механизмы и рулевое управление. Вскоре судно, на котором потушили пожар, смогло восстановить ход и отправилось догонять конвой. На следующий день поврежденный старый большевик занял свое место в хвосте Пики-16, а вскоре к охране конвоя присоединились три советских эсминца и истребители. Вечером 30 мая, когда судно зашло в Кольский залив, его встретили артиллерийским салютом, все корабли, стоявшие на рейде, выразили ему свое уважение. Экипаж был награжден орденами и медалями. Капитан, первый помощник и рулевой получили звание Героев Советского Союза. Старому большевику вручили орден Ленина, после чего он перешел работать на Тихий океан, где до ноября 1945 года доставлял военные грузы из США. Судно оставалось в строю до 1969 года. А его история, которая известна и за рубежом, стала символом мужества и героизма советских моряков.